Родился я в городе Харбин, это Манчжурия, Северный Китай. Семья белой миграции, второго поколения. Служил на Северном флоте, Северный флот, Кольский полос. Потом много путешествовал, переезжал из город. В Петербурге жил. И уже в 1984 году я приехал сюда, в Сибирь, остался уже много лет. Есть ли у вас высшее образование? Вы так впечатлили цитатами? Нет, ну я как бы учился сам, в общем-то, да. Как таковой бумаги нет. Много читал. Самообразователь. Вам нравится учиться? Очень. Век живи, век учись, как говорится. Знания, они тоже дают какую-то свободу. А свобода – это осознанная необходимость. От осознанной необходимости мы идем к новым знаниям. Ну вот, философы многие тоже, вот, экклезиаст есть в Библии, вот он, как у него рассуждение, был сын царя, он все испытывал. Он говорит, во многое мудрости много печали, тоже умножая знания, мы умножаем скорбь. Но это не значит, что не учиться, учиться надо. Все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, как у Евгения Пушкина сказано. Я раньше любил эзотерику, вообще увлекался. Вот, жизнь учения и изречения древнегреческих философов, Диоген Лаэрдский, ну и буддизм, дзен-буддизм, все. Потом пришел к выводу, ну, конфуцианство вот в Китае, там, лао-дзы, очень много же течений различных религиозных. Ну, потом все это вот собирается, каша в голове немножко получается. Я пришел к выводу, что христианство, оно проще и понятнее, доступнее. Я начал задумываться о том, что маленький, когда я шел, что существуют еще какие-то миры параллельные, уже об этом думал. Это было когда-то где-то во втором классе, вот. И что, умерев, я на совсем не уйду, что душа переселится, как говорится. Потом вот в древнеиндийской йоге я это прочитал. Ну, там же, ну, как, что человек не умирает, но совсем он переходит в другое состояние, там, если, ну, законно, кармы, тоже там свое. Вот. Он уже маленький, уже думал. И постепенно вот так вот я все это читал. И часто встречались мне люди такие интересные. Потом, ну, тоже по интернету у сына смотрел, всего-то про Грибинчакова. Вот, Rolling Stones группа тоже, не знаю, сейчас Джаггер живой нет. Вот, недавно тоже. Ну, в 19-м году они еще гастролировали. Живой, да? Слава Богу. Продлит Господь его дни. Он, когда книгу «Мастер и Маргарита» прочитал, он песню написал, поэтому он все равно читал эту книгу «Мастер и Маргарита» Булгакова, Михаила Булгакова. И к утру уже была готова такая аранжировка вообще классная. Но он тоже, я считаю, его верующим, потому что он к плохому не учит. Когда Кейт Ричардс наркотиками занимался, он его прямо вот лечил. Говорит, если не бросишь, я тебя с группы выгоню. Все, и он действительно Кейт Ричардс, он тоже живой, наверное. Ну, вот последний год, который гастроли, скоро все, наверное, закончат гастролизовать. Давно наблюдаю за этой группой Битлсов, жалко, что рано распались. Ну, Роллингсонс, по-моему, они это, самые такие долгожители в роке. Вы не ломан, то есть вам музыка нравится тоже очень? Да, не вся, но нам из старой группы, за это еще, где папа, такие забойные. Это классика рока. Классика рока. И вот постоянно вот интересно. Иногда к сыну я, когда приезжаю, все, давай, интернет включи, мне дай. А вы из российской музыки, кроме Грибичика, вам что-нибудь нравится? Из классической? Из российской. Ну, из российской мне все нравится. И Антонов, и все тоже, не считаю, что только за рубежом там. А из такой, ну, виртуозы Москвы, например, мне нравится. Вот. Балет, ну, в Большом театре, а в 72-м году был. Тогда Руслана Людмила ставили. Троица Сергия, Сергия Лавру посещал, тоже в 70-х годах. Там каскад в церкве и читал историю по этому. Ну, увлекался историей, как-то вот философией. Ну, вот зависимость привела меня, и я даже не жалею об этом. А как вы осознали, что, ну, вот, как вы сами поняли, что у вас проблемы? Что вам нужна помощь извне, что сами... Стали умирать друзья, которые намного моложе меня. Здесь спасают от смерти. Конкретно и реально. Потому что человек... Вот женщина 48 лет, она умерла, успела. Женщина быстрее спивается. И зависимость больше на них действует. Ну, и мне посоветовали, говорят, вот, съезжаешь в домово, то есть, ну, вот, там ты конкретно спасешься. Тут у меня жизнь. А до этого вы пробовали какие-то другие варианты, как самому себе? Пробовал, ничего не получалось. Кто-то там, ну, как, подшиваются или что там. Сам пробовал тоже. Ну, не то, чтобы я сильно запивался, но чувствовал уже, что это меня начинает доставать. Уже. Меру трудно с грехом бороться. Потому что куда ни придешь, везде... Соблазн. А здесь в команде с поддержкой, как говорится, помогут, помогают конкретно. И человек восстанавливается. И мало того, он новые какие-то трудовые навыки приобретает. Мыслит по-другому. Уже он начинает... Обязанности какие-то. Ну, обязанности, они везде есть. И в миру, и здесь, и везде, где сейчас легко. И здесь, и в миру есть друзья. Ну, их всех губит вот зависимость. Она, к сожалению, она губит людей. Разрушает. Она разрушает полностью личность, мозг разрушает тело. И дух разрушает. Есть же человек душевный, физический человек, и духовный человек. Плоть, она грешна, а вот дух, он крепкий, крепчает. Закаляться. Вот я все завидую альпинистам. Ну, конечно, я в горы уже не пойду. Как-то я больше равнину люблю. Хотя высоцкий пел, здесь вам не равнина, здесь климат иной. А кем вы мечтали в детстве стать? Тоже такого вот вопроса. Ну, я мечтал, мечтаний много. Но вначале я хотел стать летчиком-воспитателем, а потом почему-то мне вот темяшилось, что я буду моряком на подводной лодке. И так и вышло. Так и вышло. А вы скучаете по морю? По морю? Да. Ну, в общем-то, нет. Не скучаю. Море оно в душе. Море жизни. Море жизни такое же море. Конечно, вспоминаешь север Заполярье. Я больше люблю северные моря. Атлантика. Норвежское море. Там такие фьорды замечательные. Вообще скалы. Это сказка. Викинги. Вы не южанин, я смотрю. Раз вам нравится и Сибирь, и фьорды. Ну, да. В душе может... Не, ну юг он, пусть залет в юг, покоем дышит юг. А нам, балдийский ветер, лучший друг. Это еще и Деда Пьеха пела. Тоже замечательная певица. У вас в жизни была большая любовь? Да. Расскажите про нее. Ну, полюбил цыганку я в молодости. Но они народ кочевой. Потом они со своей нацией были. Была любовь такая. Вот почему-то я ее запомнил. Я, по-моему, 10 класс заканчивал. Да. Она уже выпивала. И отец с юга привез такое вино. Там хорошее мы выпили. И вот была любовь. И вот к жене была любовь. Вот последний раз, когда женился, тоже была любовь. А может, она и сейчас есть. Любовь это такое... Не купишь, не продашь. Она или есть, или ее нет. Любовь милосердствует. Не ищет своего. Ну, как вот я сказал тогда, Канбаниловну, Гэври Батя Телло. Мне очень понравится эта песня. Называется «Любовь не купишь». Да, я знаю. Да. Очень популярная. Жаль, что Чапман Леннона застрелил. Джона Леннона в 80-м году в Нью-Йорке. Да, все. Молодости мне нравились. За этой группой она вообще супер. Жильярным крестом. Во-первых, многие сказали, что вас бы сделать министром культуры. Такой вам комплимент. Вот читатель. Ну, спасибо, спасибо. Как вы к этому относитесь? Положительно. Положительно. О чем вы мечтаете? В глобальном смысле. В глобальном? Маленький домик на берегу реки. Заниматься там. Рыбачить, охотиться. Сельским хозяйством заниматься. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...